Карагандинец лишился бытовой техники за долг перед государством. Срок уплаты налогов за этот год истек еще в октябре. Сегодня налоговики насчитали более тысячи должников только в районе имени Казбекби, а это недоимок в бюджете около 6 миллионов тенге. Сотрудники налогово вместе с судебными исполнителями вышли в рейд. Взыскание долгов процедура, мягко скажем, не из приятных. Но если даже после неоднократных предупреждений, извещений, человек и не думает рассчитываться с государством, то выход только один. Через суд выносится судебный приказ, потом судебный исполнитель возбуждает исполнительное производство и налагают арест на все имущество. Хочу подчеркнуть, все имущество, независимо от суммы долга. Мало того, судебные исполнители обязаны наложить запрет на выезд должников за пределы Казахстана, прощая отпуска и туристические круизы. У молодого человека задолженность всего ничего, чуть больше двух тысяч тенге. А вот телевизор описали, он стал уже государственной собственностью. Взыскание долгов в целом, это нелегкая процедура, это испокон веков, это как бы проходит именно в принудительном порядке. Не каждый хочет оплатить свой долг. Закон есть закон. Лучше заранее поинтересоваться, какие и сколько налогов надо платить. Кстати, заканчивается срок оплаты налога на автотранспорт. Сергей Высокозов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский.